МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире выпуск новостей в студии Виктор Раду. Правоохранители установили личность убитого мужчины, обнаруженного вечером 20 сентября на улице Гастелло. Им оказался Одессит, 1982 года рождения, работавший в такси. В интересах следствия пока что сотрудники милиции не раскрывают всех данных. Известно, что рассматривается несколько версий случившегося. Как вариант, погибший мог стать случайным свидетелем преступления или разборок, за что и поплатился жизнью. Напомним, телом мужчины обнаружили местные жители, которые сообщили о данном факте сотрудникам правоохранительных органов. Прибывшие на место происшествия эксперты определили, что на теле мужчины есть следы от огнестрельных ранений. При этом следов крови на месте ЧП не было. Правоохранители не исключают факт того, что Одессита убили в другом месте. По имеющейся информации, убитый был спортсменом и играл в одесском клубе Кредо-63. В 2007 году он стал чемпионом Украины по регби. Близкие погибшего характеризуют его как порядочного человека и отрицают версию о том, что он мог быть как-то связан с криминалом. У него осталось трое детей. Кроме того, по словам знакомых, мужчина как раз собирался продавать свою старую иномарку. В милиции рассматривают разные версии преступления. Как вариант, погибший мог стать случайным свидетелем преступления или разборок, за что и поплатился жизнью. Следует отметить, что далеко не первое дело, в котором замешаны таксисты. Так, на днях на телефон 102 поступило сообщение о том, что в Одесскую клиническую больницу с проникающим ножевым ранением поступил мужчина 1985 года рождения. Как выяснилось, мужчина пострадал в результате ссоры и драки, которая возникла между ним и частным таксистом. Обстоятельства данного дела тоже выясняются. Спасение Куяльницкого лимана – одна из приоритетных задач областной власти. А заявление про раздачу земли возле Куяльника – не более, чем политическая провокация, говорят в облгосадминистрации. И, несмотря на протесты оппонентов, готовят расчеты и проводят первоочередные мероприятия по возвращению уникальному заливу прежнего статуса и вида. Спасение Куяльницкого лимана – вопрос, который беспокоит множество людей, как одесситов, так и тех, кто хотя бы раз в своей жизни прикоснулся к этому источнику здоровья. Проблема, которая не решалась десятилетиями, в последнее время, после того, как ответственность за ее решение взял на себя глава региона Эдуард Матвичук, наконец-то сдвинулась с мертвой точки. Работают ученые, инженеры, рабочие, власть. Делаются расчеты, проводятся исследования, прокладывается трасса трубопровода. В то же время оппоненты нынешней власти утверждают, что областное руководство готовится к раздаче в частные руки близлежащих к уникальному заливу территорий, ссылаясь на то, что недавно в районе села Красноселка Коминтерновского района были найдены некие межевые знаки. Если вы реально переживаете за то, что они занимаются здесь пропагандой, политикой, тогда нет вопроса, покажите мне документы, которые у вас существуют. Я вот перед камерами всем не скажу, что это и есть политическая классическая провокация партии, которая вместо того, чтобы заниматься реальными делами, просто-напросто спекулирует на тех проблемах, которые существуют в нашем обществе. Покажите мне, где на куяльнике, кто кому что отдает. Давайте, давайте, поднимаемся, хай ваши предлоги, відкриють, куда сорву карту, и мы глянем. Пошли, пошли, пошли. Идем-ка пару человек. Камеры давайте сюда. Диалог с митингующими продолжался уже в кабинете главы региона. Но и там никаких документальных доказательств пикетчики не предоставили. Ни разу, ни губернатору, ни местные органы власти, никуда. Флаги вперед и вранье. Я хочу, чтобы слово вранье присутствовало. Потому что этого будет продолжаться все больше и больше. По мере приближения к 2015 году. По словам руководителя области, вопросы превращения куяльника в рекреационную зону будут вынесены на ближайшую сессию Одесского областного совета. Кроме того, будет проведен широкий круглый стол с участием общественности. Мы проведем круглый стол большой. Каким образом дальше необходимо развиваться? Каким образом туда придут инвестиции? Каким образом это станет реальный курорт? Они, как он сейчас высыхает? Разъяснили и ситуацию с межевыми знаками, обнаруженными в Коминтерновском районе, установленными в рамках региональной программы по защите куяльника и судьбу четырех земельных участков, госакты на которые были оформлены еще 10 лет назад. Он разрабатывается в нормах требований, 100 метров от уреза воды, устанавливается в неживой знак, где говорит конкретно, что за 100 метров это уже приближная защитная зона, водоохранная зона, и передавать частную стопность, либо использовать нельзя. Есть бои, которые находятся недалеко от Лимана. Выданы они, эти госакты, четвертый год, вот кадастровые номера этих госактов. Четвертый. Мы фамилии не писали, потому что это закон о защите информации, персональных данных. Это безусловно. Да. Пятый год, четвертый. Но, чтобы вы понимали, даже четвертый год, кто получил эти госакты, это них получили взамен госактов, которые были выданы в 92-м году. Представители общественности говорят, что получили ответы на свои вопросы. Я уже в сфере выяснили. Я поняла, что это санитарная зона. В завершение встречи губернатор еще раз подчеркнул, что ни в коем случае не допустит распродажи земли вокруг Куяльницкого лимана и призвал представителей всех общественных движений к диалогу. Я всегда приму. Мы всегда... Мой телефон есть у всех. Ко мне можно, как вы видели, без проблем подойти на улице, где угодно. И мы эти вопросы, тиши кабинета, всегда решим, как решены сотни вопросов. 21 сентября первокурсники мореходного колледжа технического флота Одесской национальной морской академии принесли клятву верности морской профессии, традициям и родному государству. Торжественная церемония посвящения в курсанты по традиции прошла на морском вокзале, а началось мероприятие с торжественного марша. Стройными рядами под сопровождение оркестра юные моряки прошли по центральным улицам города. В субботу утром под звуки оркестра колонна из 350 первокурсников мореходного колледжа технического флота Одесской национальной морской академии прошла по главным улицам Одессы. В парадной форме счастливые и немного взволнованные юноши и девушки промаршировали на морской вокзал, где по старой доброй традиции у церкви святого Николая Чудотворца, покровителя мореплавателей, уже много лет подряд проходит красивый и невероятно трогательный обряд посвящения в курсанты. Юных моряков встречали родители, друзья и педагоги. Здравия желаю, господи, 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 господи! Поздравляю вас с днем посвящения в курсанты! Ура! 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 Обряд посвящения в курсанты по традиции начался с чтения присяги. Клятву верности морской профессии, традициям и своему государству от лица всех первокурсников принес курсант Илья Кришталь. Обещаем, что проложим все наши усилия, способности, энергию и знания, чтобы приумножить славные традиции колледжа. Будем высоко нести звание курсанта. Везде и всегда помнить, что стали наследниками и продолжателями дела старших поколений, делами которых создавалась слава и честь нашего родного колледжа. Клянемся! Клянемся! Новоиспеченные курсанты приняли знамя колледжа и получили из рук своих старших наставников заветные курсантские погоны. Там Петеха! Я! Ко мне! Ко мне! Ко мне! Я! Ко мне! Представляю! Ставьте строй! Есть! Профессия моряка не только сложна, но и наполнена рисками. Чтобы выбранный путь курсантов оказался легким, долгим и счастливым, настоятель церкви Святого Николая, отец Павел, совершил молебен и окропил юных моряков святой водой. Теперь эти мальчишки и девчонки будут нести гордое звание курсантов мореходного колледжа технического флота. Переполненные эмоциями юноши рассказывают. Я чувствую уверенность в себе, вступление во взрослую жизнь, что это больше обязательств, что это новое для меня. Переполняет гордость за то, что я сюда поступил, и то, что этот колледж настолько хорош, что мы можем позволить себе присягу на морвокзале при всех. В этот день в адрес курсантов звучало много поздравлений от родителей, педагогов и уже состоявшихся профессионалов морского дела. Особенно значительными для ребят стали напутственные слова от руководства вуза. Начальник колледжа уверен, эти юноши и девушки станут настоящими моряками, профессионалами своего дела. В этом году мы приняли 350 человек на 4 специальности. Отличные ребята, прошедшие экзамены, по-настоящему вложившиеся в это. И я честно скажу, что уверен, что большинство из них дойдет до конца учебы и станут настоящими моряками. После церемонии посвящения в курсанты, учащиеся колледжа отправились в трехдневный отпуск. Такой подарок перед тяжелыми учебными буднями сделало ребятам руководство колледжа. В Одессе стартовала акция в поддержку Игоря Маркова. В городе появились больше 70 палаток. Там собирают подписи под обращением к президенту с требованием навести конституционный порядок. Лишение мандата народного депутата Игоря Маркова подписавшиеся расценивают как репрессии в отношении всех одесситов, которые разделяют его политические убеждения. Горожане, не согласные с решением суда о лишении Игоря Маркова полномочий народного депутата, ставят свои подписи в поддержку политика. Я поставил подпись, потому что нельзя такого допускать в нашей стране, чтобы незаконные человека лишали прав. Избиратели 133 округа утверждают, Игорь Марков много делает для Киевского района. Я свою подпись поставила с удовольствием, потому что он так и сделал для нашего района очень много. И продолжает делать. Одесситы уверены, иск Юрия Кармазина – это фарс. Даже члены избиркомов, а других партий утверждают, что во время выборов все было по закону. Я была в комиссии освобожденной, но я шла от партии коммунистов. И рядом, когда подсчет голосов идет, все честно и как положено идет. Вокруг стоят все наблюдатели. И просто там, чтобы кто-то потер или что-то, ну смешно это просто. Просто аж неприятно слушать. Вот это, что вот это, ерунду говорят. Поэтому выбрали, честные были. Во всяком случае, на нашем участке никаких подвохов не было. Своеобразным девизом акции в поддержку Игоря Маркова стали слова самого политика. На всех плакатах, где одесситы, желающие поддержать Игоря Маркова и поставить свою подпись под обращением к президенту Украины, написано «Я вас не предал». Поддерживаю Игоря и отобрали незаконно. Так что только за него. Я и голосовал за него, и буду голосовать за него. Он молодец, держится очень хорошо. Жители Киевского района получили возможность сделать заготовки на зиму на ярмарках, организованных прямо во дворах. На одной из них побывали наши корреспонденты. Осенние сельскохозяйственные ярмарки в Киевском районе традиция. Сотни одесситов пришли во двор дома по адресу Шишкина 60А. Все спешат приобрести самые свежие продукты по оптовым ценам от производителей. Очень довольны. Ну почему? Картошка 2,50. Помидор вот такой, помидор 5 гривен. Там вот такой 7,50. И яйца неплохие. В общем, все хорошо. И мясо я взяла. Все прекрасно. Спасибо. Производители привезли на ярмарку более 10 тонн фруктов. По 5 тонн картошки, лука, моркови и свеклы. И по тоне мяса и рыбы. Все самое свежее. Никаких переплат. Цены вот мы как сами выращиваем мясо, вот сами производители, вот хотим, чтобы люди на зиму заготовили себе, приготовили, чтобы их зима была не голодной, как говорится. Мясо хорошее, домашнее и дешевое. Самое главное. Мы стараемся для людей. Это оптовые цены. Как с поля мы даем, так и даем здесь. На ярмарке есть даже канцелярские товары и школьные принадлежности с большими скидками. Еще одна изюминка праздника – настоящий узбекский плов из баранины. 400 порций приготовили в огромном казане по традиционному рецепту. 25 килограмм мяса, 25 килограмм рис, 25 килограмм морковка. Узбекский? Узбекский плов, настоящий. Вот для одесситы готовим. Среди одесситов и организатор ярмарки Игорь Марков. Это уже становится традицией. В прошлом году мы тоже проводили большое количество ярмарок. Это было запланированное мероприятие еще очень давно, проведение подобных ярмарок. К сожалению, ситуация в стране с каждым днем становится все хуже и хуже. Людям жизнь становится все тяжелее и тяжелее. И это хоть небольшое, но маленькое подспорье людям, которые пенсионерам, ветеранам, просто малообеспеченным, которые могут полтора-два раза купить дешевле продукты первой необходимости и сделать какие-то запасы на зиму. Одесситы делают базар благодаря организаторам и недобрым словом поминают политическую ситуацию. Горожане возмущены решением Киевского суда о лишении Игоря Маркова мандата нардепа. Эти сволочи, меньше обращайте внимания. Мы за вас тогда голосовали и вас поддерживаем. Спасибо большое. И подписи сделали. Вы умница. Хорошая ярмарочка. Побольше бы таких. А тот, который сделал, чтобы Игоря Олеговича сняли, забрали депутатский мандат, он ***. Это я имею в виду карамазин. Для самых маленьких мастера бодиарды рисовали картинки. Гостей бесплатно катали на лошадях, а ведь есть еще батуты и надувные горки. Очень понравилось. Такая скользкая горка. Это хорошо? Да. Мне очень понравилось. Очень. Всего этой осенью Игорь Марков организует в Киевском районе еще 8 таких ярмарок. Бег по Потемкинской. Свыше 300 человек приняли участие в забеге по главной достопримечательности города. Мероприятие прошло в рамках легкоатлетического фестиваля «Джастап-2013» вверх по Потемкинской. У Потемкинской лестницы с самого утра многолюдно. Это желающие принять участие в жегодном легкоатлетическом фестивале «Джастап-2013» вверх по Потемкинской. Участники соревнований стартовали у подножья лестницы, а финишировали у памятника Дюку де Ришелье. Дистанция забега 192 ступени. Расстояние от старта до финиша 180 метров. Возродить былую традицию и организовать забег по Потемкинской лестнице удалось при поддержке фракции партии регионов в Одесском горсовете. Фракция партии регионов поддерживает любые позитивные инициативы, которые идут на сплочение наших одесситов, на оздоровление. 10 лет не проводилось это соревнование. А ведь это была фишка Одессы. Забег по Потемкинской лестнице. Мы должны пользоваться тем наследием, которое нам досталось от наших предков. Я думаю, что мы в следующем году, наверное, межфракционный забег устроим. Я вот поговорю с организаторами еще. Принять участие в забеге по Потемкинской мог любой желающий в возрасте от 11 лет. Спортсмены соревновались в шести возрастных группах, самая старшая из которых – 50+. Условие одно – прийти, зарегистрироваться, подтвердить свой возраст. А результат определяется по времени. Техника бега может быть разной. Кто хочет через ступеньку, кто хочет через… Здесь имеет значение. Красота бега никто не оценивает. Главное – прибежать первым. Участница самой младшей группы Александра Ермакова пробежала дистанцию меньше, чем за 40 секунд. По словам девочки, в свою победу верила. Но к забегу готовилась серьезно. На Потемкинскую лестницу приехать, потренироваться не удалось. И я бегала дома по подъезду. 180 метров дистанции – это, в принципе, не так уж и тяжело. Но из-за того, что бежала сверху, было тяжело, да. А вот в категории 50+, победителем стал Анатолий Галецкий. Его время – 59,8 секунды. Анатолий и раньше принимал участие в забегах по Потемкинской. Но только сегодня ему удалось стать лучшим. Смотрите, какая воля победы! Вау! Секрет как бы небольшой, да. Надо тренироваться и, естественно, бежать. Когда ты тренированный, тогда оно как-то и проще завоевывать первое место. Всего в забеге переняли участие свыше 300 человек. Это и профессиональные спортсмены, и ветераны спорта, ну и, конечно же, одесситы и гости города. Главное, что праздник удался. Мы увидели огромное количество, прежде всего, подростков, юношей. Это ученики наших общеобразовательных школ, студенты, взрослые. Огромное спасибо всем, кто пришел. В следующем году будет, по сути, 20-летие с момента первого забега. Я уверен, что он пройдет на очень хорошем организационном уровне. И, опять же, надеемся, что при большем количестве одесситов, гостей города... Все участники забега получили призы от спонсоров. А завершился легкотлетический фестиваль «Джастап-2013 вверх» по Потемкинской награждением победителей и грандиозным концертом. На территории Одесской киностудии стартовал первый семейный фестиваль «Осень в Одессе» российского журнала «Seasons of Life». Это абсолютно новый формат мероприятия для нашего города. На площадке под открытым небом развернулся большой пикник. Здесь можно вкусно поесть, послушать хорошую музыку, поучаствовать в лекциях, мастер-классах и конкурсах, а также приобрести какую-нибудь милую вещицу для души, которая здесь в изобилии. И самое главное, сюда приходят целыми семьями. Первый день фестиваля. Но уже становится понятно, что праздник удался на славу. Одесситы с удовольствием приняли новый формат мероприятия. В Москве с фестивалем с успехом проходит уже не один год. За это время он успел стать поистине семейным. Много здесь развлечений для взрослых и малышей. Организаторы надеются, что в Одессе он станет не менее популярным. Когда ты делаешь что-то первый раз, всегда есть такой небольшой мандраж, потому что ты не знаешь, кто придет к тебе, как они это воспримут, понравится, не понравится. И вот, к счастью, все-таки как-то мы еще раз убеждаемся, что, наверное, идея этих фестивалей, она на самом деле абсолютно не имеет никакой там национальной особенности, что это то, что можно сделать в любом городе мира. Это такой формат, который популярен в Москве, в Питере, но в Одессе он не существовал до этого. Как традиционно, Seasons устраивает, например, четыре фестиваля в год в Москве. Я думаю, что мы можем стремиться тоже к такой частоте проведения фестивалей. Изюминкой фестиваля стало выступление овощного оркестра Паприка Лаба. Одна из изюминок этого фестиваля – выступление овощного оркестра Паприка Лаба. Здесь можно не только послушать хорошую музыку, но и сделать инструменты из овощей своими руками. Довольны фестивалем остались и его гости. Говорят, подобного не видели раньше. Это новый формат для Одессы и очень-очень-очень приятно, что наконец-то Seasons приехали к нам, потому что все в Москве, да в Москве, вот и в Одессе. Очень мне понравилось, мне нравится, ощущение праздника такого, осени. Огромное-огромное-огромное спасибо всем, кто помогли сделать этот фестиваль, которые привезли этот фестиваль в Одессу к нам. Мы очень рады, очень довольны. Первый раз на таком фестивале на самом деле. Организаторы и гости фестиваля надеются, что проведение подобных мероприятий станет хорошей традицией для нашего города. В Одессе стартовал женский фестиваль «Анима». Не обязательно быть Широн Стоун или Клауди Шифера, чтобы пленять мужские сердца. Достаточно быть уверенной в себе, уметь себя преподнести и получать от этого удовольствие. Тонкости женского восприятия – это не миф и не выдумки психологов, а подсказки для гармоничных отношений с противоположным полом. Подробнее о фестивале «Анима» узнавали Мария Сапкалова и Кристина Чепурная. В рамках фестиваля прошли мастер-классы по фэн-шуи, по подбору личного имиджа, нумерологии, сексологии, по восстановлению и укреплению женского здоровья. Как распрощаться с депрессией, обрести покой, как стать самопривлекательной и обаятельной, как быть успешной мамой. Каждый пришел почерпнуть для себя что-то свое. Участницы феста рассказывают, какой, по их мнению, должна быть настоящая pretty woman. Некоторые успевают совмещать в себе несколько образов. И образ элегантной Элизабет Тейлор, и образ деловой Маргарет Тэтчер. Может быть, это грубо, да умерла старушка. А мы же все девочки, мы за собой ухаживаем, поэтому у нас уже даже сложился клуб по интересам. Можно быть человеком, который понимает в жизни больше, чем кто-либо, чтобы стать настоящей женщиной, быть мудрой, быть отзывчивой, доброй, позитивной всегда. Душевный настрой, психологическое состояние женщины, ее понимание в жизни, чего она хочет, семья, работа, бизнес, то есть это как бы все связано. Но психологический настрой, конечно, имеет самую большую роль. За 19 лет занимаюсь бизнесом, и у меня есть и семья, и ребенок, и есть творчество, то, чем я люблю заниматься, то есть я успеваю делать все. Главное – правильно себя организовать, и все получается. Психологи мужчины объяснили барышням также некоторые нюансы психологии гусарской гвардии. К примеру, утверждают, что у мужчин есть своего рода батарейки, которые постоянно нужно подпитывать энергией. Это признание у противоположного пола, подтверждение признания в семье и в любимом деле. Нужно просто проследить, какие батарейки у него заполнены, какие нет. Два единственных рычажка, на которые женщина может надавливать. Первый – это потенция, второй – самореализация. Тут нет третьей кнопки. А у женщин тогда? И это важно. У женщин кнопок невероятное количество. В рамках фестиваля «Анима» можно было проверить и цвет своей ауры. Каждый человек излучает определенную энергию. Этот аппарат позволяет, и программа компьютерная позволяет считать эти данные с человека и трансформировать вот в такие фотографии. Тут же на месте делали детский фейс-арт. Используем специальные краски для аквагрима, гипоаллергенные. То есть деткам любого возраста, в принципе, можно рисовать. А вот целительные мандалы света, воплощение сакральной геометрии. Ум линейный выстраивает отличие. На самом деле гармония, энергия во Вселенной, она одна. Просто, допустим, на нашем плане она начинает оттенками проявляться. Не гармонизирует человека, пространство. На фестивале каждый желающий может приобрести хендмейд-продукцию, косметику, бижутерию, кулинарные вкусняшки от мастеров сыроедения. Мы изготавляем все натурально. То есть у нас все фрукты, овощи, шуфопрукты. Все смешивается, ничего не варится. Мы не используем какао-бобы, мы используем кэр. Женский фестиваль «Анима» проходит на Одесской киностудии 21-22 сентября. Пища для эрудитов. В Одесской детской библиотеке номер 23 школьники встретились с Софией Минковиц, представительницей Союза русскоязычных писателей в Чешской республике. С подростками побеседовали на тему фашизма глазами немецких детей. Рассказали о детях Иосифа и Магды Геббельс. Подробнее об интеллектуальном семинаре смотрите далее. София Минковиц познакомила детей с письмами 14-летней Хельги, старшей дочери Геббельс. Письма по словам исследовательницы, открывающие лицо фашизма, уже выложены в открытый доступ в интернете. Подобные лекции о фашизме, так сказать, изнутри, уже рассказывали подросткам Швеции и Германии. Решение представить детям столь серьезной темы для обсуждения возникло не спонтанно. Я подняла этот вопрос после Бухенвальда. Я была в гостях, и мы посетили с моими друзьями концлагерь Бухенвальд. И там была 14-летняя девочка. Я буду читать сегодня ее стихотворение. Это очень больная тема на сегодняшний день, потому что и шовинизм, и фашизм – это производные нетерпимости. А еще Томас Джефферсон сказал, что нетерпимость – это болезнь, порожденная невежеством. Вот именно интеллектуальный форум по этому занимается этой проблематикой. Мы считаем, что образование, культура, просвещение – это те самые главные кирпичики, на которых должно строиться будущее нашего общества. Благодаря общественной организации «Интеллектуальный форум» одесским школьникам уже успели провести обзорные лекции и о поэтах Серебряного века, в частности о Марии Сергеевне Петровых, о Бане Ахматовой. Мы в этом году познакомились с интеллектуальным форумом, очень рады, довольны. Я думаю, что все-таки чтение останется хорошим тоном, и мы стараемся все делать для того, чтобы дети читали, были начитаны, умные и сообразительные. Мы познакомились с интеллектуальным форумом, обрели такого хорошего друга. Это очень важно для нас, а значит и для детей. Так тепло, так плодотворно, с такими выводами и с такими дальнейшими планами. Я горжусь тем, что вот с помощью, вместе с сотрудничеством с интеллектуальным форумом, мы растим интеллектуальную молодежь, надежную молодежь, то есть надежное будущее нашей страны. И дай Бог, чтобы таких организаций было очень много. В дальнейших планах путешествия в художественный мир созидания. Если говорить о сотрудничестве с интеллектуальным форумом, это в основном встреча вот здесь, вот с детьми, то у меня есть планы. Я хотела бы в следующий раз рассказать о Наде Рушеве. Это москвичка, она художница, ее картины выставлены во всех галереях мира. Накануне ночи на фонтанской дороге произошло столкновение легковушки и инкассаторского автомобиля. Как рассказали очевидцы, микроавтобус двигался со стороны Адмиральского проспекта в направлении 6-й станции Большого фонтана по второй полосе движения. В то время водитель автомобиля Форд с крайней правой полосы неожиданно начал разворачиваться через двойную сплошную и преградил дорогу инкассаторам. Водитель Фольксвагена пытался уклониться от столкновения, выезжая на встречную полосу, однако избежать ДТП не удалось. Машины столкнулись посреди проезжей части. Удар правого переднего крыла инкассаторской машины пришелся в район левой передней стойки и водительской двери Форда. Все участники аварии живы и здоровы в госпитализации не нуждались. Вместе с тем водитель легковушки сомневается в возможности восстановления своей машины. Это вся информация к этому часу. Далее прогноз погоды. Я с вами прощаюсь. Берегите себя и всего вам самого хорошего. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА